В эфире информационно-правая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Расследование должно быть качественным. В Гомеле отметили годовщину образования Следственного комитета. Привозил, фасовал и продавал. Гомельские оперативники задержали распространителя на свае. В погоне за бесправником. В Жлобине сотрудники ГАИ открыли огонь по автомобилю нетрезвого водителя. И отголоски войны. В реке Сошно против центрального пляжа Гомеля водолазы обнаружили 50-килограммовую авиабомбу. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили белорусские следователи. Пять лет назад указом президента Республики Беларусь был основан Следственный комитет. Главные задачи ведомства – улучшение качества, оперативности и эффективности предварительного расследования, а также защита прав и законных интересов граждан в досудебном уголовном производстве. В Гомельской области в ходе проведения предварительных следственных действий сумма вреда по уголовным делам была возмещена в размере 100 миллиардов белорусских рублей. Следователями внесено более 27 тысяч представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. С 2012 года в производстве находилось 96 тысяч уголовных дел. Работа сотрудников Следственного комитета по-своему опасна и трудна. И в противовес общественным представлениям начисто лишена кинематографической романтики. Реальный следователь гораздо больше времени проводит в кабинете за анализом собранных оперативниками и экспертами данных, чем в засадах и погонях. Основа работы – это аналитика. Это человек, который в первую очередь защищает права граждан и делает свою работу по расследованию, как правило, уголовных дел в интересах нашего общества. Я им хочу пожелать мудрости, здоровья и успеха. Более 60 килограмм на свае изъяли гомельские милиционеры у 34-летнего жителя областного центра. Смесь мужчина хранил в своем гараже. Здесь же, по версии правоохранителей, производил фасовку товара для дальнейшей продажи. Реализовать коммерческие планы не получилось. Сейчас товар будет уничтожен. В отношении гомельчанина составлен административный протокол. Материалы переданы в инспекцию по налогам и сборам железнодорожного района Гомеля. По данным милиционеров, этот торговец на свае за реализацию этого вещества уже неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, сотрудники УВД напоминают об ужесточении ответственности за незаконные действия с некурительными табачными смесями. В настоящее время в Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь появились две новых статьи. Сейчас молодые люди за незаконные действия с данными табачными изделиями также могут быть привлечены к административной ответственности. Уже по статье 16.10 Кодекса один молодой человек, 20-летний, уже привлечен и арестован на пять суток за употребление непосредственно на свае. С начала года гомельские правоохранители изъяли уже более 400 килограммов на свае на сумму свыше 800 тысяч динаминированных рублей. В Петриковском районе на берегу Припяти сгорел микроавтобус Менчанина. Сообщение о пожаре в Петриковскую службу спасения поступило в минувшее воскресенье около трех часов дня. Очевидец сообщил, что на берегу Припяти возле деревни Конковичи горит микроавтобус Volkswagen T5. Хозяин авто с приятелем пытались потушить пожар подручными средствами, но безрезультатно. К моменту прибытия пожарных микроавтобус был полностью охвачен пламенем. В результате огнем уничтожен Volkswagen 2008 года выпуска. Также выгорели два гектара сухой растительности. Причины случившегося выясняются. По предварительной версии к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки автомобиля. В областном музее военной славы состоялась церемония принесения присяги сотрудниками подразделений Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Четыре выпускника Следственного экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел будут проходить службу в Жлобинском, Будокошелевском и Мозорьском межрайонных отделах. Задача экспертов – обнаружение на месте преступления доказательств и помощь следователям в расследовании уголовных дел. Принятие просяги – это один из важнейших офицерских ритуалов. Это торжественная клятва офицера, сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз. Всего же у нас аттестованных сотрудников порядка 160 человек на территории города Гомель и Гомельской области. Мы обучались в Академии, это непосредственно по специальности судебной экспертизы, и поэтому нас подготовили в полной мере применять научно-технические средства нового поколения. Мы умеем, то есть какие бы нам ни предложили, мы разберемся и у нас все получится. Вагоня со стрельбой произошла на этой неделе в Жлобине. Остановить мужчину, лишенного этой зимой водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, удалось только с помощью табельного оружия. Экипаж госавтоинспекции нес службу на улице Советской. Около 11 вечера в поле зрения инспекторов попал Рено Лагуна. Стражи дорог подали водителю знак «Остановиться», однако тот лишь прибавил газу. Служебный автомобиль пустился в погоню. Ему на помощь были направлены еще два экипажа ДПС. Рено быстро мчался по улицам города, вилял по дороге и стороны в сторону, не давая себя обогнать. Когда автомобиль выехал за город, сотрудники госавтоинспекции приняли решение стрелять по колесам. Первый выстрел был в воздух, остальные три по цели. Далее задержание беглеца было уже делом техники. Как оказалось, легковушкой управлял 38-летний житель Речицы. Проходить алкотест он отказался, чем автоматически подтвердил нетрезвое состояние. В ходе разбирательства было установлено, что за рулем автомобиля находился житель города Речица, который уже неоднократно был задержан за управление в нетрезвом виде. Причем последний раз в феврале этого года. В отношении водителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований об остановке. Готовятся документы для возбуждения уголовного дела за повторное в течение года управление авто в нетрезвом виде. Автомобиль доставлен на штрафстоянку, где будет находиться до решения суда о его конфискации. В понедельник в акватории реки Сож в районе центрального пляжа Гомеля была обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. В областной центр были направлены водолазы-саперы из Витебска. Предмет, напоминающий авиационную бомбу, нашел водолаз маневренно-поисковой группы «Освода» во время учебного спуска в воду. Боеприпас находился в зоне фарватера на судовом ходу реки на глубине около трех метров. Место находки спасатели обозначали буем. До береговой полосы от него около 50 метров. Территория парковой зоны возле реки была взята под охрану сотрудниками милиции. Дно водоемов, река, оно меняется. В одном месте сегодня будет ямка, а на следующий год будет уже она замыта. Поэтому постоянное движение, перемещение грунта. Поэтому в этом году вода река обмелела, я так думаю. И дошла очередь до того, чтобы этот взрывоопасный предмет или предмет, похожий на взрывоопасный предмет, был нами обнаружен. Перед началом каждого купального сезона дно акватории всех официально зарегистрированных пляжей в обязательном порядке обследуется водолазами на предмет нахождения посторонних предметов. Но злополучная находка находилась в десятках метров за ее пределами. Недалеко от места находки сейчас проводятся работы по углублению русла реки. И находить снаряд на пару сотен метров вниз по течению реки не исключено, что при ударе ковшом экскаватора он мог бы сдетонировать. Взрывоопасные предметы Первой и Второй мировых войн опасны в первую очередь своей ветхостью. Вот вы можете видеть патроны, гранаты. Происходит их разрушение, взаимодействие с кислородом воздуха, с водой, изменяются химические свойства взрывчатки. Она становится более чувствительна к внешнему воздействию. И при неосторожном обращении, буквально касании, может произойти взрыв. В октябре прошлого года при схожих обстоятельствах и практически в этом же месте была найдена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшийся боеприпас весом в 50 килограммов, как и в этом году, осводовцы обнаружили во время тренировочных погружений. И это не единственный пример отголосков войны. В 80-е годы при реконструкции собора Петра и Павла, тогда в здании святыни находился планетарий, на чердаке обнаружили аналогичную бомбу. При попадании в храм она не взорвалась и пролежала там более 40 лет. В Гомеле отмечается рост числа уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты алиментов. Десятую часть неплательщиков составляют женщины. Матери кукушки. Так в кулуарах их часто называют гомельские следователи. С начала 2016-го только по железнодорожному району Гомеля возбуждено 145 уголовных дел за уклонение родителей от уплаты алиментов, а также за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Если алиментщики не выплачивают положенных сумм более трех месяцев, то закон предусматривает наступление уголовной ответственности. Также она предусмотрена в случае, если родители, являясь обязанными лицами, уклоняются от работы, прогуливают ее, либо занижают собственные доходы. В основном это лица, как правило, с задолженностью порядка полугода. Но имеются факты, когда лица начинают скрываться, куда-то уезжают. Потом, когда мы их ловим, это бывает и в Российской Федерации, или где-то еще в других местах, задолженность доходит до нескольких лет. 108 уголовных дел вторым отделением городского отдела уже направлено для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает различные меры наказания, вплоть до лишения свободы сроком до одного года, а по вторникам тем, кто уже привлекался по данной статье, до двух лет. Но некоторые нерадивые отцы, чтобы избежать наказания, либо вообще уйти от всех положенных выплат, заявляют, что дети не их. Большинство поступающих экспертиз по определению суда связаны с установлением отцовства и выплатой алиментов. К нам приходит предполагаемый отец, мать и ребенок, у которых производится забор слюны и крови из пальца. В течение месяца мы даем полностью подтверждающий, либо исключающий результат. Однако следователи отмечают, что при расследовании уголовных дел по невыплате алиментов результаты экспертиз, опровергающие отцовство, встречаются крайне редко. И это является скорее исключением из практики. Вину отцов доказывает и государство, заставляя тем самым алиментщиков выплачивать матерям или учреждениям, в которых содержатся дети, положенные средства. Но в последнее время нездоровую тенденцию роста набирает другая проблема. Неплательщиками все больше становятся женщины. В последнее время участились такие факты. И около 10% неплательщиков, алиментов, которых мы направляем в суд, это женщины, которые злоупотребляют, получается, спиртным и, как правило, ведут разгульный образ жизни. Это была программа «Дефакто». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова